Ниндя! Всем привет, с вами Спейсман, и сегодня я хочу представить вам свой новый ретро-проект. Он вообще был задуман очень давно, еще был жив журнал «Страна игр», «Царство ему небесное», но у меня никак не хватало на него времени и сил. И сегодня я решил просто сесть и начать его делать, а там как пойдет. Суть проекта достаточно простая. Я беру один из старых журналов. Я решил, что «Страна игр» 1997 года за декабрь подойдет идеально. Я вырвал его из стопки, полистал и понял, что такой достаточно смачненький номерочек вышел, есть что обсудить. И по ходу дела, собственно, я листаю его, смотрю, что народ там писал и сравниваю с тем, что сейчас думают про эти проекты. Вот, например, здесь у нас есть превьюшка, еще превьюшка «Балдурс Гейта». А ведь очень интересно, что тогда автор статьи Юрий Поморцев, кстати, тоже достаточно известный человек, писал в 1997 году о «Балдурс Гейте», не видя ее, и что мы, собственно, думаем о ней сейчас, что знаем. Посмотрю проекты, игрухи все, которые здесь в этом номере обозревались, как-то упоминались, и как-то попытаюсь сделать срез этого времени 1997 года. Что там в декабре было? Сколько это времени у меня займет, я не знаю. Журнал-то как бы такой не тоненький получился. Поэтому, если у меня будет в ходе видео расти волосы, меняться футболки и вообще прическу сменю, то не пугайтесь. Так что давайте начнем. Мы будем достаточно въедливы и подробны. И я сразу хочу обратить ваше внимание на обложку. Как видите, здесь Final Fantasy VII. И в этом журнале нет ни одной статьи о Final Fantasy VII. Да, в 1997 году можно было так поставить на обложку арт из игры, который нет в номере. Только потому, что он красивый и он, видимо, существовал в большом разрешении. Но, покопавшись в журнале, я все-таки нашел упоминание. Вот есть хит-аппарад здесь на предпоследней странице. И видеоигры Final Fantasy VII на первом месте здесь стоит. Вот. Это здесь, это здесь. Вот так вот. За обложкой сразу реклама. Да, мы будем обсуждать рекламу. Потому, что спустя столько лет она достаточно интересную информацию может нам дать. Например, это реклама магазина GameLand. Да, того самого магазина, который, собственно, породил этот журнал. Диме Огарунову, который владел этим магазином, показался хорошей идеей рекламировать всю продукцию, которую он продает в этом магазине. в журнале, чтобы люди понимали, что они вообще покупают и хотели это купить. То есть, это, по идее, вообще начиналось как бы рекламным буклетом. Но в результате такой неплохой журнал получился у людей. И посмотрите, реклама такая достаточно острая. Девочка говорит, нужно было купить ей тамагочи, а так как это не сделали родители, она взяла, пошла и потрахалась с первым парнем поперечным, которого только встретила. Все. Вот так вот рекламировали игры в то время. Это было нормально. Сейчас я, увидев это, почесал голову. Следующая реклама. Аналоговый джойстик для PlayStation 1. Аналоговый джойстик для PlayStation 1. Многие нефаги не знают, что вот этих штучек на первых джойстиках PlayStation не было. Был обычный джойстик, приставина кнопочки «Всё». Сама консоль появилась в конце 1994 года. Боже мой, мне 14 лет. И я не узнаю о ней никогда. У меня не будет PlayStation 1. Я только куплю себе PlayStation 2, когда мне будет уже 20 с лишним. Такое у меня сложное детство. В общем, 1994 год. Появляется консоль. И только спустя... Ну, она в декабре появилась. Там, получается, буквально два года. В 1997 появляется, собственно, контроллер с аналогами. Не дискретное управление, а плавное. Тут даже прям пишет. Аналоговый контроллер позволит вам достичь предельных скоростей и точности управления в авиационных, автомобильных и морских играх-симуляторах. Не знаю, какие симуляторы там на PlayStation 1 были, если честно. Но, по крайней мере, это позволило в всяких RPG-шках и даже в шутерах. Были шутеры на первой PlayStation. Более-менее играть нормально. Они... Так. Промотаем немножко скучной рекламы. И здесь у нас раздел новостей. Давайте почитаем немножко. Sony превращает овал. Какие страсти бушуют. Суть новости в том, что цены на игры падают. Как я понял, в самой новости этого нет. И вот Sony будет 10% игр выкупать сама, чтобы цены сохранить. Но я вообще тут не к этому прицепился, а вот к этой строчке. Кроме этого, источники, близкие к разработке следующей игровой системы от Sony, предупредили мировую общественность, что их следующий аппарат уже нельзя будет модифицировать для проигрывания пиратской или серой продукции, чтобы изначально уничтожить эту проблему. Наивные японские в юноше. PlayStation 2 ломали только так. Так, даже у меня консоль чипованная, но я не играл в пиратки. Я играл в японские игры, которые на моей консоли не шли. Но вот как-то нужно было это сделать. Там, те же НТСК, которые не выходили, впали. Вот для них мне пришлось чиповать консоль. Вот. Сделать это было совершенно элементарно. Какие-то копейки стоило. Так что у Sony ничего не вышло. Да и сейчас PlayStation 4 еще не взломанно, насколько я знаю. Долго ли это продлится? И еще пара забавных новостей. Новый игрок на рынке консолей. Причем обладающий достаточно для этого финансовыми возможностями. Как я понимаю, речь о Xbox. Поверяется новый. Четвертый, четвертый. Понимаете, игрок? Тогда было три консольки. Итак, какая же третья была? Была Sega. Предварительные спецификации Black Belt Dural. Dural. Ну там ля-ля-ля-ля тополя. Никакой особой информации. Полезной для геймеров. Только всякие вот там PowerVR, Hitachi SH4200. Вот. В общем, речь тут о Dreamcast, который появится очень скоро. Там 98-й, по-моему, год. С новостями, пожалуй, все. Перелистываем страницу и видим первую нашу игру. Gabriel Knight 3 никогда не играл в это говно. Пойдем посмотрим. Ох, твою ж мать. Это квест, да еще и трехмерный. На заре 3D строительство. Я вообще квесты никогда не любил. Что? А. Не знаю, как у вас. У меня 1 января 2015. Но вернемся к теме. Квесты я не любил. И прошел всего три из них. Это Full Throttle, The Dig и Primodium. Странная такая коллекция. Получается, два старых лукасовских и новый. Но он такой под ретро. В этой VGA-шной графике. Очень хорошо вошел. В общем, не буду про каждый из них сейчас рассказывать. Не в теме, как бы в нашей основной. Но вот они нормально зашли. Остальные я как-то вот не понимаю. Квесты это все-таки для женщин. И вот Gabriel Knight 3, если мне память не изменяет, как раз появился в тот момент, когда квесты уже сошли на нет. В золотые времена квеста строения прошли. И вот последней ласточкой на этом поле побоище, где трупы, стрелы, вороны летают. Появляется такой весь в белом. Блондинчик этот. Ох, эти все женские романчики с налетом мистики. И, честно, даже вот уже на этом этапе мне сложно к игре относиться серьезно. А здесь это квест, к тому же. К тому же трехмерный. И, как я понял, вся фишка в том, что камера в нем свободная. И это типа сейлпоинт этого квеста был. Вот, типа, смотрите, у нас новые технологии. От этого зависят всякие как задачки решать. Там нужно камеры вертеть. Но для меня это выглядит очень странно. Потому что, как бы, я, это камера, да, я летаю. И где-то есть какой-то дебют, который надо еще мышкой подводить к тому месту, чтобы он там посмотрел, там, поговорил с кем-то. Вот, ну, как-то очень странно. Что еще забавно, это, как вы можете видеть, интервью. Причем скоммунизденное интервью. Ну, во-первых, я не думаю, что страна игр кому-то там в это время могла писать по почте. Там, тем более, встретиться. Скорее всего, взятое из какого-то журнала. Или даже с официального сайта. И тупо переведено. Почему я так думаю? Ну, потому что человек, который это переводил, даже не знает, кто такая Джейн Джейнсон, главный дизайнер серии. Он перевел ее как мужика. Вот, смотрите, пишет нам Джейн Джейнсон. Я прочитал. Понимаете? Вот. То есть, чувак вообще не олег, кто она такая, что она делает. Просто взял, перевел. Тут видно этот кривой перевод. Где-то я даже в преамбуле просто я такого ада давно не читал. С его помощью вы будете общаться с умными, почти живыми героями. Джидвижок, смотрите, какая интересная, да, лапка, не в ту сторону, обладает огромными преимуществами перед 3D-хардвейер. Он наделит вас невероятными возможностями. Что, твою мать, имели в виду авторы, сам переводчик не понял. Но, несмотря на Джейн Джейнсон, на ее потные фантазии про мускулистого блондинчика и его подружку, Гэбриэл Найт 3 стала последней игрой о Гэбриэл Найте. Квесты уходят и уходят надолго. Да и сама Джейн Джейнсон надолго пропадает из индустрии, пишет свои гей-романчики и возвращается лишь в 2011 году с неким квестом Grey Matter, который я в глаза не видел, но, судя по интернету, ничем особенным он так и не стал. Как и третий Гэбриэл Найт. Сейчас о инновационной схеме управления, которого никто не вспоминает. Квесты вернули свое старое доброе прошлое. Хотя, конечно, глаголы набивать больше не заставляют. А вот на следующей странице у нас Син, превьюшка. Вот это уже интереснее. Син был шутером новой волны. Не очень талантливым и завятшим в тени более крутых собратьев. Я посмотрел список релизов 98-го года. Да, это очки, как у Блэйда, героя игры. Не об этом мы... А, это... Ну, вы думали, что я шутил, что ли, насчет прически? У меня сестра-стилист. Так вот, 98-й год. Сами подумайте. StarCraft, Unreal, Tom Clancy Rainbow Six, Fallout 2, Heretic 2, Fifth Dark Project, Baldur's Gate. Но самое, конечно, страшное для Сина, это то, что в том же месяце вышел Half-Life. Но и без этого у игры куча своих проблем. Как на это не посмотри, вышел достаточно странный 3D-шутер. А уж на фоне легендарного Half-Life он и вообще какой-то... Судите сами. Дизайн уровней очень странный. Уже на первом уровне в банке ты теряешься и не знаешь, куда идти. А потом оказывается, что ты где-то пропустил маленький ключик, лежащий на столе, думая, что это просто не интерактивный предмет, которых полно валяется по всем столам. Практически сразу тебя заставляют прыгать по досточкам. Вот реально, о чем вообще дизайнеры думают, когда бросают такое на игроков? Кому может быть это интересно? И так далее. Проходя игру, ты не можешь отделаться от ощущения дубовости геймдизайна. Не только графика квадратная, что нормально для того времени. Но и геймплей такой квадратный, необработанный. Начиная с мелких дурацких деталей, заканчивая уже более серьезными промахами в геймдизайне. Например, загадки. В одном месте нужно подойти к компьютеру и через него временно отключить вентиляторы. При этом прогресс отключения показывается на мониторе. В это время нужно догадаться выйти из компьютера, залезть в ближайший воздуховод. Пролезть его до конца, не свернув в том месте, где ты сворачивал до этого. В самую темноту туда дальше лезть. Долго-долго идти. И успеть, собственно, в конце пролезть до того, как вентиляторы включатся. Я до этого не допер, только по ютубу посмотрел, а до этого бегал по уровню и не мог понять, куда деваться. Ну и вообще, это те годы, когда 3D игры пытаются уже быть похожими на реальный мир, но графика еще так далека от совершенства, что, например, уровень, который пытается выглядеть разрушенным городом, на самом деле выглядит жутковатой схематичной моделью, чем он, собственно, и является. Пустые полигоны, размазанные текстуры и одинаковые квадратные бомжи, расставленные то тут, то там. При этом вдвойне забавно читать автора, который игры в глаза не видел, но нахваливает графику и особенно дизайн уровней. Ну, вообще, очень смешное превью получилось, которое наполовину состоит из пространной речи о том, как нам сложно жилось без сюжетов в 3D-шутерах. Вот мы такие бедные бегали в этом квейке, понимаешь, ужасном. Реально, тут квейк просто, автор, ненавидит эту игру. Ужасный дизайн уровней у него, ужасный сюжет, вернее, отсутствие его. Вот придет Син и всем покажет, и он реально там просто взахлеб. Вот какая потрясающая игра будет, я верю в то, что она взорвет просто. Не получилось ничего Сина. Именно Half-Life они Сина запомнят за сюжетность, за кинематографичность. Ну, а Син всем запомнится сиськами главной антагонистки, которых здесь, кстати, нет. Вернее, их можно попытаться рассмотреть здесь, на бокс-арте. Но автор, видимо, не смог или не связал, собственно, эту девушку и главную антагонистку. И тоже написал ее в мужском роде. Какая-то одна и та же ошибка уже на протяжении двух страниц в этом журнале. Так что ни интерактивность окружения, ни контекстное изменение музыки, ни точная обработка попаданий Син не спасут. Син, кстати, проект Ричарда Грея, не родственник. Он же Левеллорд стал известен тем, что делал уровни для Дюка Нукема и добавлял в них различные пасхалки. Я лично помню, как в детстве, включив читы, я на каком-то уровне взлетел в такое место, куда добраться обычным способом было нельзя. И там было на стенке написано «Ты не должен быть здесь, Левеллорд». И так сложилась судьба, что спустя многие годы я познакомился с ним лично, как это было. Вообще, Грей стал другом Си. Точно не знаю, как это получилось, но подозреваю, что его любовь к России, любовь к русским женщинам, по-моему, так, кстати, в результате и женился на русской. Как-то на это повлиял. И когда он бывал в Москве, он заезжал в офис Си, там, тусил с пацанами, которые, опять же, там на выставке ездили тоже с ним, там, тусили на Е3 и так далее. Вот. И как-то он был в Москве, я пошел на обед, а он там сидит с другими менеджерами из нашего офиса. Они, собственно, закончили есть, ушли, а он только начинал. И я решил, а что, была не была. Подошел, говорю, я вот, типа, тоже из страны игр, можно с вами пообедать. Типа, ваш старый фанат. Он такой, да не вопрос, вообще простой чувак абсолютно. И я вот с ним обедал и на ломаном английском, там, пытался изъясняться. Типа, рассказал как раз вот это, вот, типа, впервые вас узнал, там, Дюка Нукина, он такой, ну, типа, клево. Посудили Россию и русских женщин. Я спросил, как сейчас помню, типа, Син эпизод, когда вышел, я спрашиваю, что это, типа, Сэд Стори? Он говорит, ну, как, типа, окупилось, но деньги на следующий эпизод, к сожалению, не собрали. В общем, вот такая вот странная у нас была встреча тогда, я как-то вот даже не знаю. Для геймера, для олдскульщика, конечно, для меня это большую ценность составляет. Ну, в общем, и тогда, в 98-м, игру я быстро бросил, буквально пару уровней прошел. И сейчас я, дойдя до какого-то, настолько измучился, что играть дальше уже не могу. И сразу за превьюшкой Сина очень прикольная реклама. Все-все-все, экономьте время, ля-ля-ля, это R-Style. Вот, смотрите, суперкомпьютер Pentium MMX всего за 670 долларов. Напоминаю, это еще 97-й год, до кризис 98-го года, а значит, доллар стоит 6 рублей. Не 60, а 6. То есть, 670 долларов – это 4000 рублей. Компьютер за 4000 рублей. Мультимедиа-ноутбук. Мультимедиа, помните такое слово? Сейчас уже никто не использует. 2700, знаете, сколько 2700? 2700 – это всего 16 тысяч рублей. Всего 16 тысяч рублей. Консоль PlayStation 1 – 180 долларов. Тысяча рублей. Консоль PlayStation 1. Как вам такие цены, друзья? И сразу после этой рекламы уже мы упоминали Baldur's Gate превьюшка. Знаковый проект на долгое время, ставший эталоном жанра. Но вот, кстати, я недавно ее переигрывал и переосмыслил. Не такая уж она была и крутая. Нет, конечно, в свое время я просто вдрызг в нее. Я все гамался, несколько раз начинал, и поэтому очень хорошо помню начало. Пытался разными героями, разными пати играть. И там, к тому же, такая фишка была, можно было прокачанного перса перенести в начало и уже прокачанным играть. То есть, начало я очень хорошо помню. Помню Нашкель и леса вокруг Baldur's Gate. Но вот все, что начинается после твоего прихода в город, в честь которого названа игра, сокрыто от меня тьмой. Я не помню нифига, что там было. Я помню, я прошел игру, но чем я занимался в Baldur's Gate не помню вообще. И вот, играя во второй раз, я опять с удовольствием шел до Baldur's Gate и пришел в него и понял, почему я нифига не помню. И здесь у нас лирическое отступление. Я вообще не понимаю, города в РПГшках, зачем они нужны. Город это такое плотное пространство. Куча людей, куча зданий, куча квестов, куча предметов и так далее. Это очень сложно сделать качественным. Либо ты его сделаешь слишком пустым, и тогда он не будет городом. Либо слишком перенаселенным, скажем так. Не важно, люди это квесты или что-то еще. И тогда это ад для игрока. Обычно, конечно, не то не сё, серединка на половинку, но тем не менее. Вот, по-моему, Baldur's Gate был мой первый город в РПГ. И я просто в офиге от него оказался, потому что я пришел и я не знаю, что реально делать. Ты идешь по улице, тебя кто-нибудь за руку хватает. О, чувак, у меня суперквест тебе. Там нужно пойти в другую часть города и что-нибудь сделать. Ты такой, хорошо. И там все последовательно. Идешь в ту часть города, тебя по пути еще раза три хватает за руку, и у тебя еще три квеста. И ты уже такой, у тебя начинает голопухнуть, ты там пытаешься один квест завершить, у тебя еще один, еще все это вот начинает такой комок снежный вокруг тебя. При этом надо там куча всяких домов, зайти во все комнаты, потому что ну ты как-то въедливый человек, там все сундуки открыть, по-хорошему, да, все изучить. Потому что в каком-то доме есть квест скрытый, там типа поговорил с чуваком, он тебе какой-нибудь квестик дал, ты не зашел в этот дом, сказал, а ладно, какой-то домик обычный, и пропустил эту часть игры. И в общем, если ты привык все последовательно изучать, как ты делал в первой части игры, то для тебя город это адовый ад. Вот реально, я второй раз дошел до Балдерсгейта, и на несколько месяцев игру отложил, потому что я морально был не готов этим заниматься. И реально, я впервые за второе прохождение открывал интернет, смотрел, как делать квесты, потому что ну просто это те еще годы, когда нету стрелок у служб, которые показывают бежать туда. Ты должен знать, догадаться, все облазить, как вообще квест этот выполнить. Там все было достаточно дубово в те времена. При этом город в игре ничего такого принципиально важного не дает. Реально, Балдерс до Балдерса лучше, чем Балдерс в Балдерсе. Ты ходишь там по лесам, по каким-то заброшенным крепостям, зачищаешь их от всяких тварей, от кобальдов. Кстати, вот статья эта, ну такая, скажем, достаточно простая, ничего о ней сказать нельзя, но есть забавный момент, то что поморцев называют кобальдов ковальдами. Ну так, забавно. Выполняешь какие-то квесты, и у тебя вот этого нету нагромождения всего. А в город ты приходишь, там, например, не один магазин, как в Нашке, а несколько. Чем они отличаются друг от друга, непонятно. И как бы, по-моему, сама игра этого тоже не понимает. Вот они набьют город всякого говна, и ты с этим разбирайся. В общем, по-моему, ни одной игре город ничего хорошего не дал. И вот из-за того, что Baldur's Gate, не помню, на половине, или на половине, сколько там времени, ты проводишь вне города и в нём. Но, тем не менее, игра делится на две половины, на хорошую и на дебильную. И так как дебильная это заключительная часть игры, то после неё у тебя как бы смазывается впечатление. Поэтому Baldur's я как-то отношусь к нему с уважением, но игрой гениальной не считаю. Плюс есть разные другие болячки. Например, та же система AD&D, которая для компьютерных игр слишком статичная. Сколько там, семь что ли уровней можно было поднять за десятки часов игры. Ну, то есть, так рубишь, рубишь эти кучи монстров, и там раз в сколько-то часов тебе хоба, новый уровень, плюс один к ту хит, и плюс пять процентов к поясной эсистанс. Молодец, чувак. Следующие несколько часов. Для компьютерных игр, конечно, эта система не подходит. Ну и, конечно, вся драма сюжета в такой графике, когда все герои это маленькие спрайты, где-то там вдалеке она не складывается. Вот, конечно, Mass Effect, кстати, той же конторы принёс это в жанр, когда тебя стало волновать, что происходит, потому что поменялись диалоги. Ты смотришь в лицо своему врагу, там, и с кем-то разговариваешь. Это сильно поменяло жанр. А тогда все эти драмы, они как-то там, где-то вдалеке, каким-то эхом до тебя доходили, часто вообще без озвучки, и сопереживать этому было достаточно трудно. Но, опять же, сложно отрицать то воздействие, которое оказал Baldur's Gate на весь жанр. Без Baldur's Gate, да и вообще BioWare, я думаю, жанр RPG был бы совсем другим. Ну и, пожалуй, для первой серии всё. В следующей серии вас ждёт Parasite Eve, Warheads, Fireteam и реклама Tomb Raider 2, сиськи, да. Ну и ещё чего мы там в 20 плюс минут уложимся.